Если вы выбираете коляску, значит ваш дом привалило счастье. Мы вас от души поздравляем и поможем с выбором, чтобы ваше счастье каталось с комфортом. Меня зовут Даша и с вами интернет-магазин Е96. Люлька идеальна для малышей с самого рождения, но актуальна максимум до года. Плюсы, она высокая и просторная, поэтому, во-первых, теплая и удобная, а во-вторых, не нужно сильно наклоняться, чтобы, например, дать ребенку попить. Большие колеса и хорошая амортизационная система – значит хорошая проходимость и отсутствие тряски. Кроме того, она защитит малыша от ветра и дождя. Минусы – большие габариты и вес занимает много места. Без лифта в доме не обойтись и в общественный транспорт с ней не сядешь. Прогулочные коляски для детей, которые уже умеют сидеть, хотя если есть функция горизонтальное положение спинки, то можно использовать и для малышей, но все же она не для новорожденных. Эта коляска сравнительно низкая, а значит не такая теплая. Ее поверхность в горизонтальном положении неровная. Это плохо для младенца. Зато она компактна. Практически все модели в сложенном состоянии помещаются в багажник автомобиля. Колеса меньше диаметром менее проходимы, но зато маневренные. Транспортная система – это набор элементов. Шасси, люлька, прогулочный блок, автокресло. Иногда люльку из комплекта исключают. Идея в том, чтобы устанавливать на шасси блок, подходящий по возрасту, росту и весу ребенка. Высота шасси и размер колес у таких колясок могут быть разными. Можно подобрать такую, чтобы помещалась в багажник. Прослужит вам система от самого рождения до трех лет, а автокресло – до года. Так что довольно высокая цена таких колясок вполне оправдана. Суть коляски-трансформера в том, что ее конструкцию можно менять. Превращать ее то в люльку, то в прогулочный блок. Плюсы в длительном использовании до трех лет и компактности. Занимают меньше места, чем люльки, хотя больше, чем прогулочные коляски. Минусы – большие габариты и вес. Чуть меньше, чем у классических люлик. И низкое дно – значит, не так тепло. Универсальные коляски также состоят из набора элементов – шасси, люлька и прогулочный блок без автокресла. Принцип тот же – устанавливаем на шасси блок, подходящий по возрасту ребенка. Колеса обычно большие, проходимые и мягкие, но и габариты, соответственно, не маленькие. Зато люлька высоко. Для новорожденного – то, что нужно. И срок службы долгий – от рождения до трех лет. Пластиковые, легкие, недорогие, но шумные. Чаще они небольшого диаметра и устанавливаются на прогулочные коляски. Это городской летний вариант. Хороши на ровном асфальте. Для зимы и пересеченной местности не подходят. Резиновые сплошные, тяжелые, но не шумные. С хорошей амортизацией. Бывают самых разных диаметров. Для зимы и прогулок за городом лучше брать диаметр побольше. Надувные. Опять же, не шумные, но тяжелые. Их диаметр не бывает меньше 25 сантиметров. То есть большие. Еще есть риск их проколоть. Но зато они лучше всех справляются с зимой и плохой дорогой. Три колеса – значит три точки опоры. Могут возникнуть проблемы при спуске с пандуса. Однако такой вариант придает коляске маневренности. Это особенно удобно при походах в магазины и торговые центры. Четыре колеса – классика. Удобное и надежное. С пандусами нет проблем. Но замечайте, чтобы у модели была одинаковая ширина осей. А иначе тоже не впишетесь в пандус. Коляска будет более маневренной, если передние колеса – поворотные. Шесть и восемь колес. Может быть как три, так и четыре точки опоры. А передние или задние колеса сдвоены. В случае с восьмью колесами – сдвоены и те, и другие. На сдвоенные колеса нагрузка распределяется лучше. Они реже ломаются и создают при движении меньше тряски. Но два колеса шире одного. Поэтому с пандусами тоже могут возникнуть проблемы. Трость-коляска складывается в длину. Коляски-трости имеют небольшой вес и маленькие колеса. Они легко помещаются в багажник. Но такой механизм складывания обязательно предполагает две раздельные ручки. А значит вести коляску одной рукой не получится. Кроме того, лишь немногие модели тростей имеют функцию горизонтального положения спинки. Поэтому чаще всего они подходят для детей, уже умеющих сидеть. Книжка. Спинка и сиденье складываются вместе, как листы с закрытой книги. Некоторые книжки могут в сложенном виде стоять, то есть хранить их удобнее. Шасси у люлик, универсальных колясок и транспортных систем тоже складываются книжкой. У большинства колясок есть возможность регулировать положение спинки. Чаще всего положений 2-3 для бодрствования, отдыха и сна. Есть коляски с шестью различными положениями спинки. А у самых простых легких прогулочных тростей только одно положение. Чтобы выбрать нужное вам количество положений, вы можете воспользоваться рубрикатором на сайте Е96. Для новорожденных никакой синтетики. Внутри люлька должна быть обита мягкой хлопковой тканью. Неплохо также, если внутренности люльки могут сниматься для стирки. Для зимы актуально утепление синтепоном и непродуваемые внешние материалы. А вот летом коляска, наоборот, должна хорошо проветриваться. Материалы, опять же, не должны быть синтетическими, чтобы ребенок не потел. Внешние материалы коляски должны быть водонепроницаемыми, чтобы защищать от дождя и снега. Обычно все коляски оснащены корзинами для покупок. Нет корзин только у легких прогулочных тростей. Сделанные они могут быть из металла, плотной ткани или сетчатки. Она наименее прочная. Самый большой вес, конечно, выдерживает металлическая корзина. Но у нее есть минус. Она может мешаться при съезде с высоких бордюров. Бывают двухточечные и трехточечные ремни. Но лучше всего, конечно, пятиточечный ремень, у которого есть два дополнительных ремня в районе талии. Это самая надежная защита. Даже самый активный карапуз не выпрыгнет. Если вы планируете перевозить ребенка в автомобиле, выбирайте либо транспортную систему, где есть автокресло, либо коляску-люльку с дополнительной возможностью закрепить ребенка в люльке ремнями безопасности. А люльку в машине с помощью специальных адаптеров. Не все производители оснащают коляску этим устройством. Полезное дополнение к безопасности – светоотражатели. Особенно в зимнее время, когда рано темнеет. Для удобства родителей и ребенка чего только не придумали. В комплекте к коляске могут идти сумка для вещей, дождевик, подстаканник, накидка для ног и даже москитная сетка. Вес и габариты колясок зависят от их типа и диаметра колес. Естественно, что прогулочные коляски – самые легкие и маленькие. А люльки – большие, ведь в них должен комфортно лежать ребенок. Проходимые коляски тяжелые, легкие коляски могут застрять в снегу. Выбирая коляску по весу, прикиньте, сможете ли вы ее нести в собранном виде в одной руке, а в другой – ребенка. В том, сколько места займет коляска, многое зависит от размера колес. Коляска с маленькими колесами наверняка поместится в стандартный багажник. А вот люлька, снятая с шасси, в обычный багажник влезет только, если кроме нее там ничего не будет. Для новорожденного обязательно нужна люлька. Это может быть классическая коляска-люлька. Люлька, как один из блоков в транспортной системе или универсальной коляске. Для ребенка, который уже умеет сидеть, рекомендуем обратить внимание на прогулочные блоки в транспортной системе и универсальные коляски с регулируемой высотой спинки. Прогулочные коляски – легкий летний вариант для выезда в прогулок по городу. Они без проблем помещаются в багажник, и их можно взять с собой в общественный транспорт. Если вам нужно, чтобы коляска была проходимой, берите колеса большого диаметра. Если ребенок любит спать на прогулке, ищите с горизонтальным положением спинки. А если принципиально, чтобы коляска помещалась в багажник, то лучше всего не доверяться судьбе, а взять и померить. Выбирайте свою коляску в интернет-магазине Е96. Заботьтесь о своем малыше. Заботьтесь о своем малыше.